В эфире программа «День города» в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите педагогический дебют 2015, на что способны учителя ради блага своей профессии. Кто прав, кто виноват – грузовики в черте города и запрещающие знаки. Перец уже никогда не будет прежним, что станет с одним из любимых каналов. А теперь обо всем подробно. 20 октября губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел заседание регионального правительства. Глава региона поставил задачу по сокращению расходов на содержание органов государственной и муниципальной власти. Чтобы ни для кого не было новостью, мы с вами уже говорили о том, что мы должны начать прежде всего с себя. И снизить расходы на содержание как органов государственной власти, региональной власти, так и органов местного самоправления. Также на заседании губернатор подытожил результаты проведенных им рабочих встреч с руководителями федеральных структур государственной власти. Тема для обсуждения – это социально-экономическое положение Рязанской области, социальное самочувствие граждан, в чем мы можем усилить нашу работу, в чем мы нуждаемся в поддержке федерального центра, какие существуют такие проблемы, допустим, жизненные, реальные, которые необходимо решать и которые требуют поддержки центра. Вот эти все вопросы мы обсуждали. В общем-то, по оценке руководителей, мы с вами выглядим не худшим образом относительно других субъектов. И выборы показали, что люди доверяют нам. И на это было обращено мое внимание, что вот это важнейший элемент, важнейшие компоненты – это социальное самочувствие граждан. Грузовики в черте города – проблема любого областного центра, не говоря уже о мегаполисах. Они мешают абсолютно всем, ведь их не объехать, от них море грязи плюс разбитые дороги. Усугубляет ситуацию и то, что зачастую водители большегрузов игнорируют запрещающие знаки и проезжают туда, куда въезд им, казалось бы, закрыт. О том, к чему это приводит и что грозит нарушителям, расскажет Ольга Харламова. О том, что в нашем городе плохие дороги, говорят постоянно. Рязань – столица бездорожья. Такая фраза даже стала лозунгом автопробегов. И хоть в этом году некоторые дороги отремонтировали, проблема так и не решена. И мало того, что качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, его еще и портят тяжеловозы, заезжая туда, где дороги не предназначены для их движения. Дорога на повороте к дому 27 по улице Зубковой была разбита грузовиками в щебень. Водителям легковых машин приходилось совершать маневры по колдобинам. Теперь эту дорогу отремонтировали. Даже повесили запрещающие движения грузовикам знак. Но, несмотря на это, они все равно продолжают тут парковаться. И если так будет и дальше, то и новая дорога будет разбита. Не было знака – проблема существовала. Появился – все равно она до конца не решилась. Бороться с водителями грузовиков, которые не соблюдают правила дорожного движения, будут еще долго. Но ведь и знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» не ограничивает въезд всех грузовых машин. На территории города Рязани установлены дорожные знаки 3-4. Это «Движение грузовых автомобилей запрещено». Данный дорожный знак запрещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, но это в случае, если не указана масса. Ну или с разрешенной максимальной массой, более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин. Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для привозки людей, транспортных средств организации Федеральной почтовой службы, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне. А также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. За несоблюдение требований этого знака водители грузовых автомобилей могут оштрафовать на 500 рублей, но эвакуировать авто на штрафстоянку не будут. Помещение транспортного средства на специализированную стоянку за невыполнение требований дорожного знака движения грузовых автомобилей запрещено. В соответствии с действующим административным законодательством не производится. Кроме того, припаркованные во двора грузовики мешают жильцам близлежащих домов. Многие жалуются и на шум, и на то, что они загораживают проход пешеходам, и проезд легковым машинам, и даже машинам скорой помощи. Дорогу закрывают, чтобы не пройти. Поэтому им говорили, чтобы дорогу распадили. Ну, своим, во-первых, шумом вообще такой, я думаю, что во дворы нет. Особенно они даже останавливаются на ночь там. У нас, допустим, вот там дом на речняков с той стороны и большие вот газели. И газели маршрутные там тоже стоят. Ну, так что, конечно, нам не шум. Ну, проехать нельзя пройти. Ну, смотри, какие грузовики. Сколько тонненькие. Ну, конечно, мешают. Всего за этот год в нашем городе уже было оштрафовано 472 водителя большегрузов, которые проигнорировали знак движения грузовых автомобилей запрещено. В период с 21 по 23 октября в Рязани проходит муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2015». В заочном туре приняли участие 35 педагогов города. По его результатам были определены 12 финалистов, впереди у которых участие в различных конкурсах. Учителям предстоит показать, на что они способны ради своей благородной профессии. Педагог – не профессия, а призвание. И все же статус достойного специалиста необходимо подтверждать. Участникам очного этапа конкурса «Педагогический дебют» еще предстоит доказать, что именно они достойны статуса лучшей или заслуженной. Впереди еще несколько конкурсов, среди которых будут открыты учебные занятия, презентации своих уроков и проектов и публичные выступления. На конкурсе молодые педагоги продемонстрируют свои творческие способности, артистичность, умение владеть формами, методами и средствами обучения. И сегодня на базе 4-го лицея прошла церемония открытия очередного этапа всероссийского конкурса. Педагогическая профессия, как бы ни говорили на сегодняшний день о ее непрестижности, о невостребованности, нет. Мы никогда не умрем. Но учителя держится этот мир. Так было и так будет, и по-другому быть не может. Каждому из вас желаю получить в первую очередь внутреннее удовлетворение от педагогического общения, которое вам предстоит. Очень хочу, чтобы победителей каждый год становилось все больше. Не секрет, что от того, как подойдут к процессу воспитания современные учителя школ и воспитатели дошкольных учреждений, напрямую зависит судьба целых поколений. Ежедневно педагоги дарят своим воспитанникам заботу и любовь, делятся с ними своим жизненным и профессиональным опытом. И тут уж не поспоришь. Каждый педагог в той или иной степени лучший и заслуженный. 1 ноября на базе РГУ пройдет географический диктант. В нашем городе подобное мероприятие будет проводиться впервые. Принять в нем участие и проверить свои знания сможет любой желающий. В период с 22 октября по 2 ноября в Рязанском госуниверситете пройдет региональная географическая декада, посвященная сразу трем юбилеям. 170-летию русского географического общества, 160-летию научной экспедиции выдающегося уроженца рязанской земли Петра Семенова-Тяньшанского на Тяньшань и 100-летию РГУ. В университете, кстати, прошла конференция, на которой озвучили план мероприятий на ближайшие две недели. Это и семинары, и экскурсии, и интересные встречи с гостями города. А завершит декаду Всероссийский географический диктант, который состоится 1 ноября в госуниверситете. Все желающие, жители города Рязани или области, или других регионов, случайно оказавшихся в городе 1 ноября, смогут принять участие во Всероссийском географическом диктанте. Эта акция будет проводиться по всей стране в одно и то же время, в 12 часов дня. Регистрация начнется в 11. Все желающие смогут прийти, двери университета будут открыты. Желающие смогут ответить на 25 вопросов. Вопросы будут высвечиваться на экране с картинками. Их будут читать известные и уважаемые в городе и области люди. И таким образом, после того, как данные будут обработаны уже в русском географическом обществе, в Москве, страна сможет узнать, насколько высок уровень географических знаний о России, о содержителе Российской Федерации. Проверить знания того или иного предмета, мало того, что полезно и интересно, так еще и невообразимо модно сегодня. Какое количество экзаменуемых прибудет на диктант, пока предугадать невозможно. Да и список вопросов пока еще держится в секрете. История вопроса такова. Год назад на 15-м съезде РГО было высказано мнение о том, что в стране было бы целесообразно провести географический диктант, выявить базовый уровень географических знаний населения, с точки зрения, конечно, уже внесения переговоров в изучение этого предмета. Понятно, что в данном случае образовательный аспект связан с чисто патриотическим аспектом. Нельзя жить на территории и быть равнодушным к этой территории. И в этом плане, конечно, постановление было все сделано верно. Со своей стороны министерство направит рекомендательные письма в муниципалитеты с приглашением учащихся принять непосредственное участие в написании этого диктата здесь, в стенах вуза. Но есть еще один вариант для продвинутых или ленивых. Это в режиме онлайн можно будет этот диктант написать на сайт географического общества. Практика проведения подобных массовых мероприятий у университета имеется. Так что и пропускная система, и безопасность будут обеспечены на высоком уровне. С желающих проверить свои знания по географии, паспорта и авторучки. В середине ноября медиахолдинг СТС Медиа планирует перезапустить канал «Перец», который будет выходить под новым названием «Че». Уже давнее время телеканал является нашим партнером. О том, что нового увидят наши телезрители, в следующем сюжете. «Перец» был запущен в 2011 году на частоте ДТВ. Сетку телеканала формировали видео из интернета и юмористические программы, включая, например, «Голые смешные». Аудитория «Перца» в первый год после запуска начала расти, но спустя некоторое время темпы роста замедлились и начали падать. Руководство канала приняло решение изменить формат телеканала. И с 12 ноября стартует новый телеканал «Че». Создатели канала обещают сделать «Че» понятным и честным канал про реальную жизнь, реальных людей, про добрых и смелых мужчин, для которых важны семейные ценности. При этом канал будет интересен и женщинам, ведь в лучшие моменты мужчина привык разделять семьей. Мы действительно хотим быть каналом, который больше всего будет соответствовать нашей стране. У нас многонациональная страна, но мы все русские, потому что мы живем в России, мы живем в нашей культуре общей, великой. И у нас есть одна прекрасная поговорка насчет «долго запрягает и быстро едет». Это, наверное, в какой степени про нас. Мы очень долго запрягали, но мы очень надеемся, что мы очень быстро поедем. Из сетки перца останутся советская классика и шоу «Плюс 100-500» со смешными видеороликами. Его производит Карамба ТВ. На «Че» подготовленных запуск около 15 проектов, которые будут появляться в эфире до весны. Их основные темы – мужские профессии и увлечения. История страны. В ноябре «Че» покажут фильмы про Джеймса Бонда в декабре «Звездные войны». Также на «Че» с СТС переедет сериал 80-й и продолжится показ сериала «Светофор». Наконец, к осени 2016 года планируется старт двух-трех сериалов, снятых специально для «Че». Болюсь, такого вы еще не испытывали. Потрясающе. И информация, на которую просим обратить внимание. Вчера на улице Ленинского комсомола, недалеко от перекрестка с улицы Дзержинского, произошло ДТП. Между участниками которого завязалась драка. Свидетелей просьба откликнуться и позвонить по телефону 70 00 21. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробности и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе, предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok